МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Татарстана в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. Вначале вкратце о главных темах. Идеи и признания. В России и за ближним зарубежи нет таких идей. Что предложили лауреаты республиканского конкурса, увидел Дмитрий Аринин. Из-за пожара 20 семей остались без крыши над головой. Из чердака у нас дошло до середины дома этот весь огонь. Кто поможет погорельцам из авиастроительного района, выясняла Юлия Гоглева. Родительский контроль. Есть нам куда расти. Качество питания в казанских школах начнут проверять папы и мамы школьников. Почему назрела такая необходимость, узнавал Рамиль Шайдолин. На опушке олень. Сейчас общая численность их составляет 212 особей. Как в татарстанских лесах зимой проживают моралы, увидел Эльвис Шакуров. Владимир Путин оценил производство композитных материалов в Алабуге. Накануне президент России провел с членами правительства совещание на тему развития высокотехнологичных направлений. О татарстанском производстве совместно с Росатомом руководству страны доложил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В республике налажен выпуск материалов для среднемагистрального самолета МС-21. Владимир Путин положительно отметил работу по производству отечественных компонентов для российского самолета. Объединили усилия и в Алабуге запустили полноценное производство непосредственно по нити, волокну и припрыгам. И сегодня можно с уверенностью сказать, что мы будем использовать производство МС-21 уже собственные полностью материалы. Хорошо. По поводу нового поколения микроэлектроники и создания электронной компонентной базы. Мы тоже много-много раз обсуждали в течение не одного года. Мы договорились с Михаилом Владимировичем, что он возьмет всю эту работу, а это важнейшее направление и для гражданской, и для оборонной сферы под свой личный контроль. Идеи на миллионы сегодня в Казани с участием Рустама Миниханова наградили победителей республиканского конкурса 50 лучших инновационных идей для Татарстана. Свои проекты «Как сделать жизнь лучше» прислали около 2000 участников из разных регионов страны. В связи с пандемией большинство презентаций смотрели онлайн. Что предлагают молодые новаторы, расскажет Дмитрий Аринин. Там же сразу нарисовать, не искать дизайнера, который будет отрисовывать это. Бизнесмен Эльнур Минвалеев предложил идею, как можно ускорить и упростить процедуру согласования рекламных конструкций. Он за то, чтобы создать специальное интернет-приложение, куда будут загружаться заявки и отправляться чиновникам. Сейчас примерно согласование, если по госуслугам это две недели, но если ошибка, грубо говоря, возникла, то еще две недели. Это будет быстрее, да, вот, и автоматизировано. И таких идей на конкурс поступило более двух тысяч. Заявки пришли из двух десятков российских регионов. Эти предложения в перспективе могут стать передовыми технологиями. В различных номинациях 175 победителей. Всего них наградил Рустам Миниханов. Поощрение лучших инновационных идей стало для нас хорошей традицией. За 16 лет 2005 года конкурс превратился в одно из значимых республиканских событий. Стал важным фактором развития инновационной деятельности и появления новых технологических решений. Одно из таких решений предложил студент Казанского строительного университета Арсений Кашников. Чтобы решить проблему плохих дорог, он предлагает наполнить состав асфальта вторсырьем. Согласно расчетам, дорожные покрытия получатся намного прочнее. Исходя из химических формул, выяснил то, что вторичный асфальт, стеклянная крошка, тонер из-под принтеров, также полиэтилен, пластик делают такую массу, которая дает на выходе такой асфальт, который будет на 65% прочнее, чем нынешний. Еще один студент-лауреат конкурса рассчитал способ строительства более крепких опор мостов. Моя технология заключается в том, чтобы усилить конструкцию опоры, силовой спиралью стеклокомпозитной арматуры, и затем заключить ее в обойму из полимер-бетона. Большинство победных идей этого пандемийного года касались информационных технологий, образования, биотехнологий. Лауреаты получили денежные премии от 5 до 220 тысяч рублей. Общий призовой фонд составил 14 миллионов рублей. Итогом прошлого года рассматривать, то у нас где-то 30% заявок было подано онлайн. В этом году более 70% заявок. Ну и вся остальная работа, это части экспертных оценок, работа непосредственно уже с самими стартапами была тоже онлайн. Я думаю, что нет и никоим образом на качество проводимой работы не повлияло. Благодаря этому конкурсу на молодых разработчиков и их идеи могут обратить внимание серьезные инвесторы. Так инноваторы станут основателями собственных компаний, а плоды их стартапов шагнут в реальную жизнь. Дмитрий Аринин, Шатмухаметов, ТНВ, Казань. В Татарстане зарегистрированы еще три случая смерти от коронавируса. Умерли мужчины 62, 72 и 73 лет. Таким образом, число погибших от ковид в Татарстане достигло 158 человек. За минувшие сутки в республике выявлено 92 новых случая коронавируса. 5 из них завозные, 87 контактные, 82 человека лечатся на дому, 10 госпитализированы. В России за минувшие сутки выявлено 27 927 новых заболевших. Большинство случаев по-прежнему в Москве, 6730 человек. Практически не изменились цифры в Санкт-Петербурге и в Московской области, 3774 и 1351 заболевший. Почти столько же в Чуваше 130 человек, в Удмуртии 201 заболевший, в Башкортостане 150. Первая партия вакцин от коронавируса «Спутник Ви» поступит в 56 медицинских организаций республики. Их ждут на этой неделе. Вакцинировать добровольно будут врачи, учителей, соцработников и водители общественного транспорта. Какие есть ограничения и сколько будет действовать вакцина? В интервью Салавата Мухаммадулина сообщил руководитель республиканского центра иммунопрофилактики Дмитрий Лопушев. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович. Здравствуйте. На этой неделе в Татарстан должна поступить первая партия вакцины «Спутник Ви». Расскажите, сколько доз мы ждем и вообще, что это за вакцина? «Спутник Ви» представляет собой двухкомпонентную геноинженерную вакцину, которая включает в себя два компонента. Курс иммунитета вырабатывается только при введении двух компонентов. Поэтому, если, допуская ситуацию, сделал один компонент, но по какой-то причине второй компонент не был введен, то есть высок риск то, что иммунитет не выработается. Кому будет доступна вакцина «Спутник Ви»? Как ее можно получить? В первую очередь мы будем вакцинировать медицинских работников. Второе – это работники образования, это работники социальной сферы, значит, работники транспортной. Но, значит, для того, чтобы отработать логистику, опять-таки, бежать в поликлинику даже вот этим группам риска не стоит. То есть вакцинация на первом этапе будет осуществляться по спискам, которые представляют предприятия в поликлинику по месту расположения предприятия. В поликлинике в свободном доступе, так скажем, каждый, кто может прийти, такого пока не планируется. Человек приходит, просто получает вакцину, идет дальше, жизнь никак не меняется или как? В течение 30 минут за ним осуществляется медицинское наблюдение, если вдруг возникнут какие-то, ну, так скажем, поствакцинальные осложнения. Сколько времени должно пройти между двумя фазами? Между первой и второй должен пройти интервал 21 день. Рекомендуется избегать тяжелых физических нагрузок, применение лекарственных препаратов, которые могут угнетать иммунитет. Нужно воздержаться от употребления алкоголя за три дня до вакцинации, вот компонентами вакцины, как первым компонентом, так и вторым. Какие еще есть ограничения по вакцинации? Натощак, например, нужно прийти, чтобы получить вакцину? Противопоказаниями к вакцинации являются это наличие острых заболеваний, далее обострение хронических заболеваний. Не рекомендуется пока на первом этапе, значит, делать вакцинацию, если человек принимает какие-либо препараты, которые угнетают иммуноответ. Сколько будет держаться иммунитет, полученный в результате вакцинации у человека? Согласно производителю, то есть вакцины, такой иммунитет будет держаться от года до двух лет. Говоря о логистике распространения этой вакцины, сколько поликлиник ее получат? Таких организаций 56. С учетом того, что поступает только 1000 доз, будут задействованы порядка около 20 организаций, в которые поступят от 50 до 120 доз. Сама процедура вакцинации бесплатная, насколько это известно. Но вот обследование, сдача теста ПЦР, антитела, это все будет оплачиваться медицинской организацией, предприятием или самим человеком? На сегодняшнем этапе, первые поставки, то есть это все оплачивается за счет бюджета, в данном случае, Республики Тарстан. Большое спасибо, Дмитрий Владимирович. Спасибо, будьте здоровы. За считанные часы без крова остались сразу 15 семей авиастроительного района в Казани. Пожар в доме номер 8, дробь 12 на улице Белинского произошел в ночь с 4 на 5 декабря. Полностью выгорела кровля. Квартиры, в которые не пробрались пламя и дым, залило водой. До 10 декабря семьям разрешили бесплатно пожить в одной из гостиниц района. Сегодня дом частично подключили к электроэнергии, дали газ, часть семей вернулись в свои квартиры, но люди опасаются, что это небезопасно и говорят, дом нужно признать ветхим. Они первый раз приезжали, они потушили, уехали. Ту злополучную ночь жители этой трехэтажки вспоминают с ужасом. На улице в мороз выбегали, кто в чем был. Успели взять документы, теплые вещи для детей. Возгорание началось в угловой комнате на третьем этаже. Там уже давно никто не живет, но дверь была заколочена. Официальная причина пожара не установлена, но жители убеждены, все дело в проводке. По их словам, в ту пятницу замыкание происходило дважды, и МЧС к ним уже приезжали. Мы в неделю можем по два раза лампочки менять. Если у нас где-то на кухне лампочка перегорела, у нас рубильник вырубает везде. Это уже мы и вызывали электриков, уже говорили, они плечами жмут. Ну а что мы, а что мы? Ну а что электрики, пока им указание начальство не даст. Заявки подавали. В малосемейке пострадали 15 квартир из 80. В этой расплавилось пластиковое окно и натяжной потолок. Новый ремонт теперь на смарку. Кого-то залило так, что даже стены вздулись. Вся мебель, вся техника, она сгорела на непригодном состоянии. 15 семьям, а это 33 человека, неделю назад, сразу после пожара, администрация района предоставила временное жилье в гостинице. Сегодня их попросили съехать и оттуда. Жильцам, кому подвели электро и газоснабжение, предложили вернуться в свои квартиры. Другим предложили общежитие. Хождение по мукам для них еще продолжается. И запах гари, и вздувшиеся обои тут ни при чем. Жители этого дома и рады бы вернуться в свои квартиры, но переживают, что находиться здесь небезопасно. Дом старый, ему 73 года. Здесь аварийная проводка, ветхие потолки и даже сами стены. И это при том, что 11 лет назад здесь сделали капремонт. Заменили кровлю, коммуникации, окна в подъезде, обновили фасад. Но это не спасло от огня старый дом. В администрации города о проблеме знают. В среду сюда приезжал руководитель исполкома Казани Рустам Гафаров. От комментариев отказался, но сообщил. Ситуация под контролем. В администрации авиастроительного района на наш запрос подготовили письменный ответ. Дом не ветхий. А с заявлением о признании жилья аварийным ни до, ни после пожара к ним никто из жильцов не обращался. Погорельцам сейчас помогают, чем могут. Снова меняют кровлю. В коридоре посадили охранника, чтобы не разворовали имущество. И советуют жильцам обратиться в соцзащиту. Им положено единовременное выплата от 30 до 40 тысяч рублей. Мы хотим, чтобы отреагировали уже администрация, город на нашу проблему как-то. И расселили наконец этот дом. Постоянно у нас происходят какие-то пожары, потопы. У нас сыпется потолок, пол проваливается на первом этаже. В ближайшее время жители намерены обратиться в государственную жилищную инспекцию, чтобы здание признали ветхим. Почему жильцы не сделали этого раньше, пока вопрос. Сейчас, говорят, новое жилье не просим, согласны даже на ипотеку. Так что история дома, построенного после войны, только начинается. Юлия Гоглева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Школьники республики смогут сами выбирать, что им есть. Такую возможность им дадут в следующем году в рамках совершенствования системы школьного питания. Пока в Казани. О том, что питание в школах требует дальнейшей модернизации, говорят даже свежие факты. Так, в нескольких школах Арского района нарушение выявила прокуратура. Сами вопиющие, просроченные продукты и сотрудники без медкнижки. Между тем, есть примеры татарстанских школ, с которых берут пример по всей России. Подробнее о положительных и отрицательных примерах сегодня говорили в Казани, на городском семинаре об организации школьного питания. Рамиль Шайдулин с подробностями. Мы, конечно, хоккейная столица, но пример с шайбой в столовых говорит о каких-то сбоях. Котлеты в казанской школе, которые из-за своей жесткости прославились как шайбы, это только один из фактов. Директора школ, департамент питания и руководство Казани сегодня обсуждают перемены в школьном питании. Есть ли улучшения? Безусловно, мы можем четко сказать, что есть. Но вопрос, удовлетворены мы системой организации горячего питания в школах, то тут есть нам над чем поработать. Для этого в Казани разрабатывают и модернизируют стандарт питания. Главная задача – здоровая еда без очередей с правом выбора. Так, со следующего года в школах Казани будет внедряться система предварительного заказа. Что это значит? Это значит, что у школьников, старших классов будет возможность заранее спланировать, что они будут кушать из меню свободного выбора и этот заказ разместить в информационной системе. Другое казанское ноу-хау – зеркальная раздача. Идея, как и все гениальное, проста. И как великие открытия, родилась во сне. Я думаю, ну что сделать? Как сделать, ну хотя бы две линии раздачи. Я физик по образованию. И вы знаете, во сне буква Пи приснилась, да? И вот по букве Пи мы это выстроили. Мы были первые тогда, кто это сделает. Скорость обслуживания увеличилась в два раза. Но если Казань уверенно улучшает школьную кухню, то вот некоторые районы этим похвастаться не могут. В школах Арского района прокуратура выявила нарушение правил хранения продуктов сроков годности. А сегодня здесь предлагают, как всю систему школьного питания республики довести до единого высокого уровня. Пример – школы Казани, где уже с начала следующего года за качеством блюд начинают следить родители. У нас есть обращение от родителей по поводу того, что иногда питание бывает не той температуры, которая хотелось бы, не таким горячим или по вкусовым качествам. Поэтому и родилась одна из идей – это создать постоянный родительский контроль, чтобы они были нашими помощниками, помощниками департамента питания в этом вопросе, именно в улучшении качества питания. В помощь папам и мамам будет разработан специальный чек-лист, где отразятся критерии оценки как самих блюд, так и организации питания. Родителям будет достаточно прийти, попробовать все на вкус и вынести свой вердикт. Родительский контроль в Казани начнет работу уже после новогодних каникул, но они пока о переменах не знают. Обсуждение сегодня по каким-то причинам прошло без их участия. Рамиль Шайдуль, Алмазь Единов, ТНВ, Казань. На месте предполагаемого строительства моста через Волгу трассы М-12 начато инженерно-геологическое изыскание. Как идут работы у базы отдыха «Актер» сегодня показали журналистам. Чтобы определить, на какой грунт могут опираться сваи, геологи бурят скважины и берут пробы. По плану у моста должно быть 28 опор. Технология строительства моста пока прорабатывается, обсуждаются различные варианты. Как сообщил представитель проектного института «Гипростроймост» Санкт-Петербург, изыскание планируют проводить до марта следующего года. После проведения экспертизы проекта можно начать вбивать первые сваи. Сейчас на месте работ ведется постоянный экологический мониторинг. Для безопасности людей планируется установить круглосуточные посты с охранной и спасателями. Для выполнения работ по натурным испытаниям грунтов необходимо забурить сваю. Пока на этой свае уже будут проводить испытания, статические испытания, динамические испытания. Идет живой процесс. Окончательного вида всех проектных решений в данном месте не существует. С начала захождения в государственную экспертизу, да, уже сформируется весь облик трассы. Спаситель пассажиров Булгарии Роман Лизалин намерен возродить судоходство на Казанке. Выполнима ли амбициозная миссия? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Вы смотрите «Новости Татарстана». И вот о чем далее. Его песни останутся в сердце навечно. Рафаэль Ильясов был знаком еще с моим отцом. Они были друзьями. И это был, конечно, настоящий соловей татарской эстрады. С прощанием с народным артистом Татарстана Рафаэлем Ильясовым. Алия Хайрудинова. На опушке олень. Сейчас общая численность их составляет 212 особей. Как в татарстанских лицах зимой проживают моралы, увидел Эльвис Шаккоров. Сегодня Рустам Миниханов провел совещание по подготовке всемирных зимних игр специальной Олимпиады 2022 года в Казани. И сразу после этого президент анонсировал события в своем Инстаграм. Специальная Олимпиада – это международное движение, в котором выступают люди с особенностями интеллектуального развития. Впервые она прошла в 1968 году, и за все это время участниками стали более трех миллионов человек из 180 стран мира. В России игры пройдут впервые. Ожидается, что в Казань приедут около трех тысяч спортсменов, тренеров и делегатов. Руководитель аппарата президента Асгат Сафаров выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью народного артиста ТАССР Рафаэля Ильясова. Он скончался накануне, на 1982 году жизни. Ушел большой артист, чьими стараниями сокровищница татарской культуры сохранила свои традиции и приобрела новых ценителей, отметил в некрологии Асгат Сафаров. За свою карьеру певец исполнил сотни песен, многие из которых раньше были неизвестны широкому кругу зрителей. И сейчас они в Золотом фонде республики. В Казани сегодня простились с артистом. Каким он останется в памяти родных, друзей и коллег? Репортаж Ильи Хайруддиновой. Галия Бану. Эту песню Рафаэль Ильясов исполнял в собственной неповторимой манере. Его тембр и уникальные вокальные данные нельзя было спутать ни с чем другим. Сегодня народного артиста проводили в последний путь. Он родился в селе Дрожжановского района. После школы Казанское музыкальное училище и оркестровый факультет консерватории. Он особым был. Его порядочность, его отношение к нам. У тебя большие радости, а ты хочешь радоваться с кем-то. Мы всегда шли, находили его, радовались вместе. Он человек. Он уважает талант. Вот такое человеческое отношение к этому. Самое главное. Он легендарь. Он выступал на самых разных сценах. В том числе в составе оркестра Пермского театра оперы и балета. Более полувека жизни посвятил работе на радио Татарстан. Сейчас музыкальный фонд радио это 50 тысяч песен. Их львиная доля прошла через его руки и его профессиональный слух. Большое наследие он оставил. Мы счастливы, что полвека его жизни были связаны с нашим радио. Это большая потеря. Но вот это наследие, благодаря этому наследию, он всегда будет жив и жить в нашей памяти. Конечно, настоящий соловей татарской эстрады, который знал, что такое «мон». Невозможно перевести это слово. Знал, как донести великую татарскую песню, великую татарскую душу до каждого зрителя, сидящего в зале, до каждого слушателя радио и телевидения. До последнего Рафаэль Ильясов был на связи с молодыми кадрами. Приходил, общался, давал советы. Это интервью записано год назад. Тогда он получил орден за заслуги перед республикой. Около 60 лет на радио Татарстана возглавлял музыкальную редакцию. И мне приходилось работать с людьми, которые что-то стоили в истории республики, в истории искусства. Похоронили Рафаэля Ильясова на мусульманском кладбище в столице. Как моралы и олени переживают наши холода. Сегодня мы отправились в Белярский заказник. Как сообщили егеря, восстановление популяции морала в Татарстане идет успешно. Сейчас оленей можно встретить в лесах 12 районов республики. Их насчитывается более 200 голов. Напомним, завозить моралов в наш регион начали еще в 2013 году по решению президента Рустама Миниханова. Это отруб. Специально здесь кукуруза, ячмень. Егерь Юрий Исаев готовится к приходу моралов. Здесь они жили до того, как их выпустили в естественную среду. Если летом они питаются травами, то зимой моралам тяжело найти себе корм. Поэтому в первые годы их нужно подкармливать. Ну и здесь так подкармливаем, так периодически поддерживаем, чтобы они далеко не уходили уже. Вот и питаются они. Ну, в день вот так употребляют 0,5 килограмм вот ячменя или отруби. Однако питаются здесь не только моралы. За подкреплением приходят и другие жители леса. Вот, например, один из них. Белок в нашей республике всегда было много, чего не скажешь про благородных оленей. Впервые на территорию Оксубаевского района моралов завезли 7 лет назад. Тогда их было 14, сейчас уже 27 голов. И все по инициативе Рустама Миниханова. За это время олени размножились. Теперь их можно встретить в лесах аж 12 районов республики. У нас по республике всего было выпущено по президентской программе более 70 особей моралов. Моралов, начиная с 16-го года. Сейчас общая численность их составляет 212 особей. Татарстанская фауна оказалась доброжелательной к оленям. Как говорят егери, не ущемляют их даже кабаны. Подружились с моралами и жители ближайших сел. Ну, интересно было первое время. Сейчас тоже как-то смотришь, удивляешься. Их много очень стало. Охота на моралов запрещена, но со временем, когда их численность достигнет 5000 голов, могут разрешить. В следующем году в естественную среду планируют выпустить еще 30 моралов и 50 пятнистых оленей. Сейчас Татарстан лидер в Поволжье по численности животных в заказниках. Илья Шакуров, Ринат Сафин, ТНВ, Аксубаевский район. Татарский язык с доставкой на дом. Сегодня у наших юных коллег Шаян ТВ большой праздник. Два года назад во всех телевизорах появился новый канал. А у всех детишек новый и задорный друг. Он учит и говорит на родном языке, создает уникальную среду и воспитывает на традициях татарского народа. Этим вечером в Казани большой концерт. Тысячи зрителей смогут посмотреть его в онлайн формате через ютуб-канал и инстаграм Шаяна. На сцене сегодня победители музыкального фестиваля Сайлян и конкурсы детской песни Балащак Жире. Они такие маленькие, но уже звезды. А главное, поют на родном языке. Такую возможность всем детям уже два года дает телеканал Шаян ТВ. Он появился благодаря решению президента. Рустам Иниханов тогда сам приехал на открытие и запустил вещание первого в мире татарского детского телеканала. Круглосуточное вещание это десятки оригинальных программ, различные конкурсы и детские фестивали. Шаян ТВ это правая рука родителей, которые хотят воспитать детей на национальных традициях. Именно канал для детей и именно служит нашему родному татарскому языку, да еще служит вот именно красиво, изящно и воодушевляя всех наших детей. И при этом еще разбудив огромное желание знать и изучать и сохранить свой родной язык. Очень много делают для сохранения традиции и не только для сохранения, а воспитания наших детей. Именно во всей их многогранности, потребности, пожеланиях. И канал развивается не только как в телевидении, но и в других следах везде доходит до своих зрителей. Шаян ТВ теперь это большая кузница кадров. Это школа детской тележурналистики. Здесь учатся создавать программы, работать в прямых эфирах и быть интересным своим сверстником. Не все из них будут работать на телевидении. Кто-то пойдет учителем, кто-то педагогом, кто-то врачом, кто-то руководителем. Но у них в душе будет родной язык, родная культура и самый главный дух татарского народа, который они будут передавать и своим детям. Юные шаяновцы сегодня не только поют и танцуют. На большой концерт они приехали со съемок своих программ. Озвучиваю, а еще в каких-то программах еще снимаюсь. Хиты, новые песни и клипы. На сцене юных шаяновцев сегодня поддерживают и популярные артисты. Очень много талантливых детей, которые изучают татарский язык, любят его, поют на родном языке. В дальнейшем мы будем работать над интересными проектами. У нас очень много идей, очень много интересных, ярких проектов. Впереди у Шаян ТВ новые проекты. Главное самим говорить на родном языке и научить всех детишек, которые включают эту кнопку на ТВ. Айгуль Бодрудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Пока это все. Больше новостей в наших аккаунтах ВКонтакте и Инстаграм. Сейчас в погоде. И до встречи. Здравствуйте. Солнце скроется от нас за облаками, а осадков так и нет. Поговорим о погоде на пятницу после полезной информации. Компания Данил Мастер работает в прежнем режиме с соблюдением всех правил безопасности. Не откладывайте заказ и радуйтесь своей новой кухне или шкафу-купе уже сейчас. Звоните 2-167-166. Данил Мастер с заботой о вас. По данным сервиса Яндекс.Погода в пятницу на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево переменная облачность бесснежно и морозно. Ночная температура перевалит за минус 20. На северо-востоке, в Нижнекамске, на Верзных Челнах, Елабуге солнце спрячется за облаками. Дневная температура минус 13. На севере Татарстана, в Агрызе, Меделеевске, Актаныши, несмотря на облачность, на снегопад рассчитывать не приходится. В ближайшие дни точно. Морозы сохраняются днем до минус 16. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтасе холодно, особенно в ночное время. Облачно и без снега. Небо юго-запада Татарстана также затянет облаками. Будет морозно и холодно 14 градусов ниже нуля. Довольно холодная декабрьская погода и в Альметьевске, Чистополе, Мамадыше. Тут облачная погода с прояснениями и по-прежнему без снега. Одевайтесь тепло и, главное, пребывайте в хорошем настроении. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Говорит Оксана Кузина, основатель медцентра «Доктор Ост». Своим пациентам мы рекомендуем отказаться от сложного хирургического вмешательства. Снять боль и восстановить разрушенный сустав можно даже на поздней стадии артроза и при некрозе. Всего один укол вместо операции и протеза. «Доктор Ост». Прямо сейчас запишитесь на прием за полцены. В Казани переменная облачность, без осадков, ночью подморозят до минус 17, днем минус 13. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление повышенное – 772 мм ртутного столба, влажность воздуха 87%. Магнитное поле земли неустойчивое, берегите свое здоровье. На дорогах по-прежнему сохраняется гололедица, будьте внимательны и осторожны. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok